Всем привет! Снова с вами Панцер. И на обзоре у меня сегодня не пиво, это виски Bells. Да, мне подогнали какой-то подарочный наборчик, в котором написано This is whiskey very much. То есть есть бутылка вискаря и к ней соответствующий стакан. Причем хочу заметить, что стакан не для риски такового, а именно для коктейля риски с колой. Я не совсем понимаю зачем это делать, потому что если как там было у Шевтинского бухать, так бухать. А вот эти полумеры, коктейли, я несколько не понимаю. А более того, я немножко... Поймите, если виски хороший, то мешать его с колой надо руки подбивать за такое. Даже потому что я как бы небольшой фанат виски, и не сильно в этом что-то понимаю. А вот рекомендуют мешать с колой обычной виски, который, мягко говоря, может быть не самого лучшего качества. Хотя Bells, конечно, представлено у нас на рынке довольно широко. Или широко? Широко. Вот. И это как бы скотч, шотландский виски, насколько я помню. Потому что я его, на самом деле, я пил Bells. Брал я его, когда готовил Хаггис. То есть рецепт Хаггиса, кому интересно, есть. И вот думаю, ну, чтобы было все аутентично. Взял Хаггис. Взял... Вернее, сделал Хаггис. Взял Bells. Налился и выпился. И съелся. Все. Все получилось как бы нормально. Единственное, что мне тогда Bells как бы не зашел. Ну, на самом деле, Bells, ну, вообще виски. Оно как бы не для того. То есть не с Хаггисом надо пить. Вот. Поэтому, ну, когда это просто было чисто для картинки, на самом деле. То есть на картинке был виски шотландский и Хаггис. Да. Тут что-то написано. Да, тут что-то написано. Скотланд, что-то там. Дата выровненства. Короче, тут нихера не видно, потому что оно тут сине-бело-красные полосы. И вот на этом все написано черным. И прочитать это, мягко говоря, затруднительно. Я не буду ломать себе голову, глаза. Да и как бы я не думаю, что я тут что-то новое вычитаю. Коробочка прикольная. Такая мягенькая. Что? Извлекаем бутылку. Извлекаем стакан. У нас. Извлекаем стакан. Вот. Что я предлагаю? Я предлагаю попробовать виски сначала просто так. То есть без ничего. Оно у меня, так говоря, даже не охлажденное. Как виски, в принципе, и должно пить в комнате температуры. А потом, вот здесь вот указано, как его пить с колой. Я попробую с колой. Единственное, что у меня тут нет льда. Ну, как бы и хрен с ним. Кола вроде холодная. Вот. Будем без льда. На мой взгляд, в принципе, хоть и кола, хоть и лед. Это все ухудшает. Вернее, не ухудшает, а перекрывает все недостатки основного спиртного напитка. Вот. То есть, чем больше льда и чем больше колы, тем меньше ощущается, если здесь какие-то косяки. Вот. Я, честно, я тогда пил Белос, я, честно говоря, не помню. Ну, мне, по-моему, не очень понравилось. Ну, я вообще такой к этому делу привередливый. Давай, сейчас. Вот. Открываем. Раз у нас есть этот стакан, Я в него и налью. Цвет у него, собственно, у виски, как у виски. Не отнять, не добавить. Беременным нельзя. Машину нельзя. Конечно, нарисовать, что типа, ну, руль. За руль нельзя. В машину, значит, что значит, машину нельзя. Машину не можно. Я уже взрослый. Вот. Что тут еще написано? Продукт офф Скотланд Шотландия, то бишь, с 1825 года. Артур Белл офф Салонс. Ага. Артур Белл и сыновья. Бленд Скотч Виски. Что, куда их мне приклеено? Так. Ориджин Летополя 40%. 40% Если кого интересует. 0,7. Ничего себе. Я думал, полный трогает. 0,7. Ничего себе. Отлично. Ладно. Что мы имеем? Ну, насыщенный аромат. И я не могу сказать, что он мне неприятен. Такой, я бы сказал, отдает немножко бочкой. И спиртом таким мягким. Спирт есть. Даже можно, может быть, даже уловить нотки такие сивушности. Потому что, если кто вдруг не знает, виски, коньяки и что мы там еще имеем? Бренды всякие. Они делаются путем дистилляции. То есть, вот как самоум делается. А, допустим, водка делается путем вертификации. Это два абсолютно разных процесса и получается абсолютно разный результат. Потому что водки на самом деле очень мало стремящейся к нулю значения сивушных масел. А вот в этих напитках виски коньяк бренди в них сивушные масла присутствуют. И там двойная, тройная перегонка уменьшает немножко это все дело сивушность. Но все равно они остаются. Это не хорошо и не плохо. Потому что в принципе считается, что от водки голова с похмелью болеть должна больше. Потому что именно за счет того, что там нету сивушных масел. Там чистый спирт. А вот от виски типа ввиду того, что есть некоторое количество этих масел, организм понимает немножко лучше. И поэтому похмелье лейтовое такое. С другой стороны, самогонья сивушных масел полно. И отходняк от него по-разному. бывает такое, что мама не горю. Хоть сдохни. В общем, как-то так получилось. Этот приятный. То есть не самогон. Ну, есть, вот даже какая-то вот такая ноточка такая на самогон похожая. есть. Я с другой стороны и самогон-то давно уже пил. Виски пил, по-моему, не, я с самого тоже пил. В прошедшем году был у меня опыт потребления и того, и другого. но очень нечасто. Есть сивушность, она ощущается, но на мой взгляд мне кажется, что прям вот как будто вот это все запах запах и здесь аромат. Аромат, конечно. Аромат вот как будто из бочки ты заглядываешь в деревянную бочку дубовую. Вот это какая-то дубильность вот эта, которая присутствует допустим в коньяках. Ну, здесь так же самое. на мой взгляд не плохой аромат. Как для того, кто понимает в этом, по крайней мере. Ну, не в смысле в виски. Если в виски кто-то понимает, но может быть и не понравится, потому что я подозреваю, что это не самый дорогой сорт. Это такой, ну, я думаю, что типа масс-маркет от кого. Но для человека, который, я имею в виду, выпивал всякое разное, я думаю, что он здесь не ощутит ничего такого плохого. Скажем так, просто довольно необычный для водки, но вполне привычный допустим для самогона. Вот это вот так. Короче, Слефасовский. Надо пробовать. Пробуем. Чувствуется алкоголь прям так межком, язык, губы, такое прижгло немножко, но при этом вкус довольно мягкий. я не могу сказать, что я прям в восторге от выпивания келеткого спиртного глоточками, но для меня это не проблема. Привычный. Я слышал некоторое удивление, как ты водку можешь глоточком пить? Да могу на самом деле. Что тут такого? Да, мы все привыкли пить водком одним, чтобы она минуя рот сразу попадала в пищевод практически. Но на самом деле ничего плохого ни во вкусе водки, ни во вкусе виски, коньяка я не вижу. Очень даже при определенном настроении очень даже нормально. Понятно, настроить должен быть. Но вообще как бы само собой мы привыкли пить так полотком одним и все замечательно. Какая-то после вкуса какая-то резиновость появилась. Как будто что-то пластиковое что-то. Странно. Да. так себе на самом деле опыт. Я небольшой любитель пить глотками. У меня бытность мою холостяком обычно такое спиртное стояло до поры до времени. Стояло, 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 стояло. То я приходил и бутылку уговаривал, да и все. У меня там все заканчивалось. Ладно, но у нас есть рецепт 50 миллилитров Bells. О, тут есть у нас стакан есть рисочка. Сколько это? 50 миллилитров? Нормально. Чамы. Полезная штука. такой стакан нужен был. Где есть, что написано. Убираем. Дальше. Кола написано. 150 миллилитров. Берем колу. Закрывайся. Ждите ее пьют. Я еле открываю. Наливаем. Мало. Вот так вот. Здесь еще рисочка айс. Айса у меня нету, но мы кинем лимон. У меня есть лимон. Остался от предыдущей дегустации. Опа. Вот она. Ну, собственно, все. у нас здесь конкретно барменом я, то есть как говорится лед и пена хлеб бармена. Бармена у нас нету, так что не над кем изгаляться. Мы получили виски с колой, традиционный напиток, я даже не знаю, американцев. Короче, на мой взгляд это переводняк. Почему это на шотландским виски, хер его знает. Потому что на мой взгляд это виски делается чисто на экспорт, чтобы люди пили вот так. Потому что я думаю, что в самой Шотландии, если скажут, что виски с колой, там и закопают. Пробуем. Ну что-то оно еще хуже стало. Вот этот резиновый вкус. Стало еще заметнее. Понятно. Regional test. Стартуем упаковку. Я не знаю, но на мой взгляд не очень. Может за счет того, что оно получит теплое, без льда. То есть если сюда шарахнуть льда еще, в принципе вообще все вкусы, кроме сахара потеряются. И будет только намек на вкус риски и все. Я против этих экспериментов на самом деле. Я понимаю зачем это делается. Но себе я на самом деле позволяю из вот такого. Только водку или джин с тоником. Это я понимаю. Джин, водка, тоник, лимон. Лед. Да, естественно. Мне вполне хватает. Но я такой человек, который, блин, то есть кто-то вот такой стакан будет пить час, а я его выпью за пять минут. То есть особой разницы нет. Если просто полтинник накачу или вот так вот буду пить. Оно более сладкое, более лайтовое считается. Один хер ты выпиваешь 50 грамм напитка алкогольного и еще заедаешь сколько тут сахара, хер его знает. Я не зазор, но в принципе сладкое я ем очень мало. То есть я за день, чтобы вам стало понятно, могу съесть и вот утром просыпаясь выпиваю чашку кофе, там одна ложка сахара. И в принципе за день я больше сахара в таком виде, как это сказать, в чистом виде я его не ем вообще. То есть если я что-то еще не ем, там может быть конфета, какое-то яблоко, где-то там глоток какой-то сладкой воды. Я не знаю, что там еще могу съесть. Но просто сахар я вот, вот одна ложка у меня в день уходит только и все. Я в этом плане очень, не то чтобы экономный, мне хватает. Поэтому необходимости пить сладкие коктейли я не вижу. Зачем это делать? Ну я понимаю, то есть кому-то реально, кто-то это пьет очень довольно долго, то есть получает удовольствие. Я в этом никакого удовольствия, честно говоря, не вижу. Ну неплохо и нехорошо. Скажем так. Да, надо сюда бухнуть без льда. Без льда фигня как-то получается. Невкусно нихера. Но лед, он отшибает вообще вкус именно виски. Кола отшибает вкус виски и лед отшибает вкус виски. И я могу сказать так. Возможно, я в этом не специалист. Это не самый изысканный вкус виски. Даже скорее всего так. Но он довольно неплох. То есть его вполне можно пить просто так. Даже под селедку и под гудзы квашеные. А портить его колой, на мой взгляд, как-то странно. Я бы так не стал делать, скажем так. Вот когда так. То есть, Максим, спасибо за подгон. И за, собственно говоря, этот выпуск, который благодаря тебе и состоялся. Что сказать по итогу. Виски, как по мне, вполне пойдет таким несведущим людям, как я. То есть, если хочется какого-то богаевного бухла. То есть, берется бутылочка виски, где-то там стоит. И вот даже пришел с мороза. Рюмаху себе налил. Влил в себя. Оно растеклось. Все тепленько стало. Все хорошо. И нормально. Вполне. Для таких вещей Беллс вполне подойдет. Пить вот так, как вот здесь вот написано. Я вообще не понимаю, на кой хер. Потому что это реально, на мой взгляд, говорит именно о том, что они сразу автоматом сами считают, что напиток так себе. Потому что его надо пить только с колой, с лимоном и со льдом. А я так на самом деле и считаю. То есть, да, это не Глен Морей, конечно, но, блин, оно вполне приемлемое. То есть, на мой взгляд, вполне. Поэтому, ребята, вы пейте, как хотите, конечно, но я против вот таких коктейлей. Я за чистый продукт. То есть, кола. Убираем вот это. Оставляем. Пейте в чистом виде. Оно все-таки лучшее, на мой взгляд. Ну, что ж, я уже добью вот этот переводняк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok